Мы ее читали, но так, чтобы от нее перейти в следующее, мы нужно на нее посмотреть. Да, мы шли в ад. 32-й, 1-й, 2-й. Это так была линия, которая шла. Это не начало темы, это, наоборот, ближе к концу уже темы. Мы говорили о том, что даже когда человек правильно ведет себя, казалось бы, все у него хорошо и так далее, это совсем не обязательно, что это будет так выглядеть в глазах других людей. Другие люди могут, не плохие, хорошие люди, могут видеть какие-то стороны, которые, может быть, я неправильно показал или открыл, или что-то именно открыл, потому что тут говорится, перед этим фразой, то есть ты перед Всевышним открывайся и все. Но, может быть, не следует отсюда, что ты можешь открыться перед людьми правильно, и потом именно баланс должен быть, потому что если человек много открывает, тогда он тоже непонятен, потому что туда приписывают, здесь такое понятие, прилипает больше, чем видно, и когда человек открывает много, то люди часто приписывают то, что за эти будто бы еще больше скрываются, а он уже как бы полностью открылся, и в итоге опять получается непросто. Потому что это сложное дело, и здесь говорится, «Гон алгашем дарке», а перед Всевышним открывайся, он не говорится перед людьми. И вопрос тогда, а как же люди, если там перед ними не полностью открыть, как это обычно бывает, люди припишут что-то неправильное, и как-то этого не думают, и прочее. Как же быть? И тогда говорится в конце пятой фразы, смотрите, тоже в прошлый раз читали, «Уфтаз, Аллах, Вегу, Ясе, полагайся на него». И он сделает, а что он сделает? Ответ в шестой фразе, вот, в которой мы пришли, «Вегодзи, Каор, Циттехо, Умишпатеха, Кетюмарае». Что он сделает? Он покажет, что ты был цедэ, как Ор, как вот ясно, что это был, как свет ясный, так это будет видно. Но мы добавили в прошлый раз больше. Мы сказали, что не просто, «Каор» это не как свет. Ну, дословный перевод «как свет», но это не имеется в виду «как свет». Имеется в виду «Ор», как мы пытались в прошлый раз показать, это всегда стремление и ощущение, что главное, что есть, как я должен был говорить. Если это, есть такое ощущение, это как «Ор», это как свет. Если нет, это и в темноте. Так, что люди почувствуют? Люди почувствуют, что у тебя два, для тебя главное это. Если для тебя главное это, они не будут тебе приписывать то, чего им кажется. И это означает, «До вон ци колор ци ткер». От светок будет ясный, как ясно будет людям, что для тебя главное стремиться и быть ближе к другому руку. Если люди видят, что это главное, то тогда они тебя будут тоже смотреть на тебя правильно. и «Мишпатеха кетцогараем», это говорит ваше раз, была недельная глава, но что такое цогар в этом копчеге, в том числе и ванского, что такое цогар, и «Мишпатеха кетцогараем», то есть линия твоей жизни, «Мишпат», линия твоей жизни будет тоже такой ясной, как то, что «Но» сделал в своем копчеге. А где он в копчеге, цогар, который должен светить миру, несмотря на поток. Вы помните, он поток был, и все погибли, и ничего не было. А все равно, ничего нет, а ты, говорю, все равно, как бы выдавать свет. Нельзя, это очень практически нам сегодня важно, потому что сплошь и рядом я слышу, сплошь и рядом я слышу, а кому это рассказывают, а кто это, смотри, кто вокруг никого нет, ничего нет, кто это такие, кто они такие, где-то как бы ты высоко, а все где-то внизу находятся. Это неправильно. Крайний урок, это «Но» показано. Когда уже все погибли, вообще уже никого не осталось. Все равно должен быть свет, и должно быть излучение, ну, как маяк, какого-то из-за полтора дня, что фонарь такой, сильный, проженька, точнее. Все равно надо. И тогда у Мишпатеха, ты цоварай, твой жизненный путь будет не светлый, как цоварай, точно так же, как хор. Я вам перевожу, не сам хор, это светло, а что такое хор, стремление Всевышнего. А что такое цоварай, это как цовар, уноха, это желание осветить мир вокруг, вне зависимости от того, что вокруг делается. И тогда люди видят, что твоя линия, Мишпатеха, Мишпатеха, то есть Мишпа-челха, твоя линия, как ты судишь, Мишпа-челха, как ты судишь, как ты убираешь, как ты решаешь, направо пойти, налево, какой критерий у тебя? Ответ, критерий, как цовар, это чтобы мир осветить лучше, сделать его лучше. Если это так, то идите туда, постепенно поймут все правильно, и поймут все ставить на свое место. Первый, это мы в прошлый раз как бы говорили, поэтому переходим дальше, седьмая класса. Она отвечает нам всегда на предыдущие, на предыдущие нам говорили о том, что будет все хорошо, будет все хорошо. Однако мы с вами, мы верим в это, но мы не видим, что все хорошо. В жизни, глазами людей не видно, что все хорошо. Когда мы говорим все хорошо, это значит, мы акт веры, мы скажем. Это не акт того, что мы видим. Мы никогда не можем видеть, что все хорошо. Если кто-то говорит, я вижу, что все хорошо, и говорит, я не верю, я вижу, что это так, это, ну, или просто поэтическое, мы сказали, мы говорим, оставим поэзию на полку, поставь книжку поэзии на полку и пусть она стоит на полку. Это мы знаем, есть на полке место поэзии. Но это не жизнь. В жизни глазами нельзя видеть, что все хорошо. Потому что если бы мы достигли уровня, когда все хорошо, мы бы не были в этом мире вообще. Поэтому если кто-то говорит, что он видит, что все хорошо, он не шел, либо он повезет. То есть, светлая личность, вы знаете так, но это нереально. Нет в мире все хорошо. Поэтому следующий праздник показывает, что нет, что не все хорошо. Несмотря на то, что приходит следующая фраза и такой, знаете, хлопок прямо. Звучит то многоше. То есть, ты видишь, что ведь все равно не все хорошо. что тебе говорится в приказном порядке. В приказном порядке. Дом. Дом это значит ни слова. Ни слова. Дом это ни слова. Дома это тишина. То есть, затих. Ни слова не говори. Ты же не видишь, что все хорошо. И уже хочешь сказать. Да, но, например. Если ты обещаешь, так и так будет хорошо, ты не видишь, что все хорошо. Что хочешь сказать сразу? Я говорю, да, но. Конечно, обещаю, но что-то не стоит. Молчай. Дом на волшебном отношении к Всевышнему молчай. К Нему обращайся, но по отношению к Нему не стоит. И все эти дешевые такие, знаете, ужасные, поломанные люди, разбитые. Я обычно встречал, потому что я вырос на земле, которая, мимо того, что пропитана в крови, она еще была наполнена людьми, которые были обломками. Я имею в виду Литва, три люди, которые в детстве своем рос. 90%, 90%, не 85%, 90% евреев были убиты, осталось 50%. Поломанные люди, люди ничего не поняли, к сожалению. И никакого, ни слова критики, потому что человек, который там просидел в лагерях, в детстве и прочее, что мы будем ему говорить? Но это не значит, что он прав. Просто ему нечего сказать. Потому что мы с ним не будем реферанцев. Не разрешают нам наше этическое поведение. Не разрешают нам говорить людям, ты там прав, не прав. И с ними начинается. Только если они сами захотят. Тогда друг друга придут, начнут задавать вопросы. Так что я помню из детства, какие вот знаете, повторяю совсем, что мы с ними не спорим, ни с ней что-то говорить. Но при всем том. Знаете, получается, где был Всевышний? А вот это два. Как он может допустить пред этого? Том легоше. Ни слова не говори. Потому что любое слово по отношению к Всевышнему это глупость. А тотальная глупость. Что ты говоришь? Это приходит человек, часто, который надоел вам уже, пример, приходит человек, ребенок, которому 8 лет. И он отличный в школе. Приходит в университет, попадает случайно в коридор, на лекцию, на педраграме, на счастливе, на пенсию, а он отличный. Но только что он во втором классе школы покажет. Я думал, что это математика, а у меня 2 плюс 2 это 4. Я уже умножение, я уже деление. То есть я как-то математик, я уже много что знаю. А что вы делаете? Какие-то вот эти знаки музыкальные, эти, знаете, интегралы, скрипичные кричи, какие-то чушь, говорит этот 8-летний мальчик. На кого он похож? Чего стоят его слова? Он просто не знает, о чем он говорит. А он уверен, что он не играет. Потому что у него в себе все понятно. У него математика очень интересна, задачи решает, а здесь чудо, что происходит. Вот так и будет. Мы нашим умом понимаем, что не может быть. Как это может быть? Люди более плюс-минус как-то живут, приходят кто-то и вырубают, там, знаете, всех детей в печи. Голова в стенку, что конкретно было бы сделано. Какая бы методика была общения с еврейскими народами, берешь за ноги ребенка и головой в стенку. Нормально, в этом отношении. И не только в Литве, конечно, не хочу так, подъезжать в Украину, в Украину тоже так сделано, и в Польше умели работать с евреями, чтобы делать подобное. Специалистов много. И вот решение хуже, и русские не отстают. То есть все отлично, все хорошо. Как это может быть? Каким умом ты спрашиваешь? Как ребенок, который пришел в 2-го класса, потому что наши умомы, то они могут быть. Как могут там, хорошо, не любят евреев, и как может нормальный человек, не психопат, а не может все психопаты, а в этом все участвуют. И пусть никто вам не рассказывает, что кто-то в этом не участвовал. Единицы не участвовали. Весь народ участвовал в уничтожении Евреи. Всюду. Где только, так сказать, можно было, рука доходила, все включались в уничтожение Евреи. Наверное, что сегодня творится, даже нечего обсуждать. Это просто одно и то же. Просто одно и то же. Пока мы, к сожалению, уроды не сберкаем. Надеемся, как это мир можно сопротивляться. Какой мир? Никакого не может быть мира. Ни с украинцами, ни с поляками, ни с литерцами, ни с кем, никогда. Пока мы так. С ним, он тоже хорошие отношения, когда это все далеко. Но когда мы с не евреями, нет никаких шансов, чтобы что-то было хорошее. Только может период спокойный. И период не спокоен. Это может быть. О мире и о дружбе не может быть. Сегодня все восточные Европы это нищие, знаете, обанкротившиеся режимы, нищие люди. Средняя зарплата 30 долларов в месяц. Совсем в СНГ, или там 100 долларов, в соцлагере бывшем, 150 долларов. И они нуждаются в Израиле, в Евреях, кому угодно. Уже, как бы, в лица своего нет, общая проституция. Как говорится, все, что хочешь, лишь быть. Поэтому, наш каждый евреин, сводопочетный, и, так сказать, это. И если кто-то себя тешит надежды, что это будет продолжаться до того момента, когда все эти украинцы, встанут на ноги и, так сказать, почувствуют, что они ненуждаются в подачках, которые мы им даем, непрерывно, чтобы как-то купить мед, куда апельсины бесплатно посылают. И они все увидят, что это не нужно, в ту секунду они будут нас уничтожать. Потому что никаким образом там иначе нет, ничего не произошло, потому что это всегда было. Тут гипсер ни при чем, тут война ни при чем, там и советская власть ни при чем. Никто ни при чем. Это находится в душе, в которой есть эйсад. А Аллаха говорит в Талмуде, очень просто говорит Аллаха. А имя Аллаха эйсад соне эль диакон. Не часто соне. Не иногда соне. Не, так сказать, давайте Аллаха, Аллаха так не встроится. Эйсад соне эль диакон. Потому что в ту минуту, когда эйсад но соне эль диакон, он должен признать это, что он должен разрушить. Посмотрите, в Литве, костерлы, на Украине все церкви, в Польше костерлы, выкинуть католиков, выкинуть православных, вытолкнуть всех. Все это ужас, все эти, знаете, картинки, все эти кресты, все это мерзкое, мерзость, а вода за рану, все уничтожено. Но они же не выкинулись тогда, а это же их культура, это же их народ. Это из причинок, только когда тотально будет обвал в своем мире, и они придут все сюда, кто останется вживым, там другое дело, потому что они отказываться не будут ни литовцев, ни украинцев, ни украинцев, ни украинцев. Но пока они такие, даже не надежды нет в этом, не на карту просто. Потому что нельзя человек, ну как он, сам себя пререзет, они не могут. Они выстрелили это дело поклонца, тысячу лет, еврейско-ненавистническое дело поклонца, так они там пропитаны, и даже не надо требовать. Это наша задача, быть далеко от них, а на расстоянии с ним можно сосуществовать. Потому что они, мы как бы не главная задача сегодняшнего. Вот. Я как будто отклонился, мы здесь так написано, смотрите, и будь по отношению к нему как халал. Что такое халал? Пустое, да? Вакуум. Ты по отношению к Всевышнему вакуум. Вот это правильная позиция. Не вот эта позиция, которую я в детстве видел, с окружающими меня поломанными, шибрей-лухот, я здесь подавался. Знаешь, что шибрей-лухот? Поломаны из-за и дали. То, что мы можем и роды, в комнате, в первой скрижале разбил. Том-то спустился с горы и разбил. Так на еврейском народе есть поговорка «Шибрей-лухот». Как называют такого человека, который когда-то был нормальным, а потом его жизнь сломала. Почему называют такого человека «Шибрей-лухот»? Это значит, что мы сознаем, что у него есть душа, только нельзя их пиковать. Мы понимаем, но мы, но это «Шибрей-лухот». Никакого не может уважения к этой позиции. Никакого не может понимания к этой позиции. Может быть, только одно, что мы знаем, что человек сломался, и что с ним сделать? И препираться нет смысла, не нужно. Но, говорив «Да, я понимаю, конечно, ты прошел, и поэтому нет». Ты прошел, так тяжело, да. Ты прошел, так больно, да. Невыносимо. Это ужасно, да. Но, прийти от этого ужасного к другому ужасному, и «Клапей-шамайен». «Клапей-шамайен» 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 «Клапей-шамайен». Это нельзя. Но подношение к нему издано. «Зачем это нужно?» Продолжает фразу. «Потому что мы с блошей рядом видим, как злодеи процветают». Что мы видим? Как раз те, кто против Всевышнего, они как будто не процветают. Так отсюда нас вопросы к нему сказали. «Как это может быть так?» Ответ. «Что это такое?» Так говорится здесь «Алки-дхар-тамаслеф-дар-кош». Не надо соревноваться с теми, кто успешен, но против Всевышнего. А кто успешен, так я себе должен соревноваться. Он так делает деньги всякими темными путями, так я тоже так уже темными путями и прочее. Не надо «Алки-дхар-маслеф-дар-кош». То есть мы видим, что признает Дора, что он «маслеф-дар-кош». Есть люди успешные, и они при этом совсем для нас не модели. И боишь осемь и зиму. И это как бы так же, «Алки-дхар-тамаслеф-дар-кош». «Боишь осемь и зиму». Ишь – это человек, осемь и зиму. То «мезиму» – это значит сознательно хочет делать зло. Это «мезима». «Мезима» и «мезима» и «мезима» – это сознательно хочет делать зло. Не случайно сделано, но они так… «Планируют зло». Не просто делать зло, еще хуже. «Планируют зло». «Мезима» – это планирование зло. Так с этими людьми не надо соревноваться. Он планирует, он чего-то добивается, у него хоть якобы успех есть. Но следующая фраза и все продолжит, а потом мы ответ получим. Смотри. Следующая фраза, восьмая. «Гереб меа» «Гереб меа» «Легарит» «Ноябрит» означает «Ихватит» «Перестань». 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 Перестань. «Гереб меа». «Перестань себя раскачивать гнев». Это же неприятно. Злодеи процветают. «Перестань». «Паазо хеама». И оставь путь свой «горячиться», «гневаться». «Кипятиться». «Перестань кипятиться». Перестань это, когда ты видишь, что он тут делается. Алтит, еще раз глагол повторяется, опять, смотрите. Алтит хар аф ле харе. То есть перестань соревноваться, кто больше делает зла. Кто больше сделает зла. Соревнования, давайте. Он делает, и я теперь буду. А он так, так я буду тоже делать зло. Так еще больше. Перестань это. Потому что часто человек, если реакция такая естественная, он видит зло, он может еще больше позитировать. Только путями тора может действовать. Можно и нужно дать ответ. Можно и нужно, как говорится, врезать обратно. Но не путями зла. Понимаете? Например, у тебя кто-то приходит, чтобы тебя убить. Ты обязан его убить. Но это не зло, ты делаешь добро. Потому что если ты его не убьешь, он тебя убьет. Но это же зло всего, скажем, что ты позволяешь, чтобы зло было. Никакого тут добра нет. Но если он идет убить, так ты тоже будешь убивать. Просто так убивать. Ты делаешь зло. Есть нюансы, которые надо очень хорошо отдавать в отчет. Я не буду входить в практику этого дела. Но нужно очень хорошо себя отдавать в отчет. Законы тора настолько замечательные, что позволяют ответить правилам. Но при этом незаконны. То есть нельзя незаконным образом просто так что-то делать. А на основе тора делать. И тогда у нас большой арсенал, что нужно делать в жизни. Поэтому говорится. Не соревнуйся, чтобы сделать еще. Легаре это ра, чтобы сделать еще больше ра. Он делает ра, я еще больше. Это не надо подписывать на ра. Ки уважает. Девятая фраза. Девятая фраза. Ибо что? Те, кто делают ра, они будут отрезаны. Карет это отрезать на альбриде. Как мы знаем? Карет это отрезать. А они будут отрезаны. Что такое отрезаны? Они делают ра. Они делают то. Но их душа не будет связана с небом. Она будет отсечена. И поэтому их жизненной энергии не будет так много. Они выполняют сколько они, знаете, паровоз, который уже кончил топливо, он все равно продолжает. Ну, так сколько он продолжит. И все, он остановится. Потому что произойдет карет. Карет это отсечение неба от души вот этого злодея. Отсечена, значит, там не будет ничего подкачиваться. Потому что он будет артицина и потунчатся. Вековей Гошем, а те, кто, ковей Гошем, дословно надеются. Мы с вами тут говорили на уроках не один раз. Тиква, надежда, происходит от слова кав, линия. Те, кто свою линию устраивает к Всевышнему, к нему, как есть, надеются. Правильно, вековство. То тогда Гейма, Ершу, Арыц. Они тогда дословно унаследуют, унаследуют землю. Значит, эти Мерии будут отрезаны. А, ковей Гошем, Ершу, Арыц. Они унаследуют землю. Какую землю они унаследуют? Такую землю его все говорят. Кто-нибудь помнит, а какой землю его говорят? Что тут? А где он говорит Израиль? Мы уже с вами немножко говорили об этом, даже не один раз. Что Эрш это область мира. Мира, я имею в виду географию, в таком случае. Я имею в виду весь мир, который создает творение. Часть творения, которая представляет собой, скажем так, сцену, на которой реализуется воля псевдичная. Это не просто. Шамая на духовне, а Эрш там, где реализуется эта духовне, от слова Рацион, воля. То есть это место, где реализуется воля. Тогда что такое Гейма, Ершу, Арыц? Эти люди, ковей Гошем, они смогут, потому что они ковей Гошем. Как их линия выстраиваются псевдичными. Они в итоге унаследуют, то есть получат возможность понять, почувствовать и реализовывать волю псевдичной. Эти временные, это временщики, можно по-русски назвать, временщики. Эти злодеи временщики. А ковей Гошем, они реально унаследуют. Но вы скажете, мы видим, что и ковей Гошем тоже может быть такой человек убить, например, или погибнет просто так, случайно, знаете, несчастный случай. То есть либо убить злодея, либо несчастный случай. Что же он унаследует тогда? Все равно он убил, все равно он погибнет. Мы тоже говорили уже, что тут слово наследство. Что такое наследство? Ты получаешь, чтобы передать дальше. Потому что эти люди, которые ковей Гошем, что бы с ними ни произошло, они точно то, что они делают, будут передаваться дальше. Это семена навеки. А вот эти, которые и ко рту, которые души отрезаны, они, как говорится, сколько они проживут, и все. Ничего нет. Совершенно две разные позиции. Одно время, и потом ничего. И другое, ведь нет. Потому что это не руша. Это навеки будет следовало. Что? Что такое ничего? Потому что они... Кому просто уйдут? Вот правильно, и засыхают, если вы отсекаете дерево, веку. В смысле, в отношении к большой венчасти, да. Хотя, как мы говорили, будет хиатомитит. Они будут участвовать в хиатомитит. Это есть их наказание, как раз. Они награды. Потому что с хиатомититом они увидят, что так действительно они были и стоят. И они должны это признать. Потому что пока они живут и процветают, они же это не признают. Процветают и умирают. Так сказать, в расцвете умирают. Все хорошо, все отлично. Где же он признает, что он ошибся? Мы знаем, что его душа, впадая туда, видит, что она просто не тёпся. Это всё равно ещё не признание. Потому что не фокус, если душа это видит. Фокус, когда душа вместе с телом это видит. И тогда, когда душа вместе с телом это признает, несмотря на тело, признаёт всё равно, это тотальное признание. Так это мы говорили в прошлый раз. Это будет когда-нибудь в 5-м летим. И после этого уже, после 5-м летим, такие вот, которые были здесь, мереим, то есть делали зло и прочее, прочее, прочее. Они, как говорится, билет на следующей станции уже не имеют. И вот это есть как бы тотальный конец этой части души. То есть эта капля в море растворяется. Её нет как индивидуума. И надо сказать, что душа это коробка. Душа это, потому что часть моря. Душь, душ. Так эта часть моря растворяется и её подымет. То есть нет никакой личности, нет ничего, нет памяти, нет будущего, нет ничего тотального. Потому что звучит плохо, но ничего с этим нельзя сделать. Почему ничего нельзя сделать? Почему плохо? Потому что не надо жаловаться. Всегда есть дорога перед каждым человеком без исключения. Я подчёркиваю, без исключения. Если он пока живёт, как он на земле, признаёт, как он должен был, и признаёт, что это правда, то тогда у него есть сопротивление. Всё, что будет после смерти, это некое, так сказать, те или другие неприятные явления. Но будущее, тхиатами тим, нет проблем. Он уже признал с телом это. А когда будет ещё раз тело, тхиатами ещё раз тело, опять нет проблем. Нет нигде проблем, если только по дороге, между вот этой жизнью и тхиатами тим, то, что будет валам-вабан, и прочие вещи, валам-вабан, это как бы то, что душа проходит. И это как бы ясно, что есть вещи, которые только там можно исправить. Есть, которые здесь можно исправить. Человек не соблюдал субботу. Не соблюдал субботу, начал соблюдать. Всё, и у всех стираются все прошлые несоблюдения суббота. Их нет, нет и всё. Как вам человека наказать после смерти за то, чего нет? Те, кто сегодня компьютеры знал, испавил, да, стирается просто. Нет ничего. Человек ел не кошерное, понял, что это ужасно, стал кушать только кошерное. Всё стираем. То есть, что он имеет возможность покупать не кошерное и не покупать. Если он не имеет такой возможности, мы ещё не знаем, исправился. Может, это он не исправился, откуда мы знаем. Малыш, он кошерное кушает. Знаете, попал в дом отдыха, там его кормят кошерное. Прекрасно, я соблюдаю кошерное, я ем только кошерное. Я не бегу за 30 километров покупать скинь еду. Я сижу в доме отдыха, ем кошерное. Это не кошерное. Кошерное, если он имеет возможность реальную купить не кошерные продукты, а на самом деле мы знаем, что в Израиле всегда это возможность есть, и даже без русских магазинов. Эти ужасные русские магазины, они даже говорить невозможно. Это оскорбление, как нации, как русские певре, это оскорбление. Это оскорбление, как нации, которые продают не кошерные продукты, будучи евреем. Если он боится, другое дело, все равно здесь не надо заходить, но нет такой беды, если зашел. Но это только если тотально все принадлежит боям, и видно, что это боя, и они говорят, что мы боя, тогда это другой вопрос. Вопрос уже целесообразности. Скажем, арабский магазин нельзя никогда заказать. Арабу нельзя ни копейку дать прямой. Должнать и сухостанно так, ну что делать. Но прямо нельзя арабу ни копейку. Запрещено на земле Израиля дать ему даже один шейкл. Потому что ты размножаешь здесь ненавистников. Нельзя на этой земле размножать ненавистников. Если вы поехали в турпоездку в Марокко, покупайте там, что хотите. Но нет расизма никакого, как на шерекарах. Но здесь арабы нас ненавидят, и поэтому нельзя им давать нервное какое-то, сознание. А если не продают овощи, не отдавайте... Нельзя у арабов покупать ничего. Нельзя у арабов купить нашелки, у арабских овощей. Вы знаете, это более сложно. Но этот вопрос я не могу дать точный ответ. Потому что он зависит от ситуации, в которой ты находишься. Арабские ли это овощи, или уже через три руки они прошли, через три руки, или там так, или не так. Это сложно. Я не могу сказать, можно покупать, и я не могу сказать, нельзя покупать. Это то, что ответ такой. Но если это араб продает свои овощи, нельзя ни в коем случае не покупать. Потому что есть такое понятие, у нас Баалут, то есть переходит из рук в руки. Если еврей купил арабов, то продает здесь. При всем том, что это противно, кстати. Вопрос запрещено, я не могу сказать. Между противностью и запрещенностью, если это дистанция. А если арабство с маленьким ребенком стоит в прощественной деятельности? Значит, вдруг, поскольку наша задача, чтобы этот ребенок вырос и убил до такого очередного еврея, мы дали милостей. Но если наша задача, чтобы они отсюда ушли, чтобы они ушли так, чтобы мы их не видели больше, чтобы они бы ушли в транспорт, чтобы они ушли из земли Израиля, 22 страны, которые они не имеют, не надо ничего давать. То есть, когда мы им даем, мы показываем, что мы хотим сделать, а она же нас ненавидит. Он вырос, он будет нас еще больше ненавидит. Это убийцы. Все, без исключения. Все визарабы убийцы потенциальные. А за пределами Израиля, они вообще не убедились. Они же все воспитывают отторжения всяких расистских взглядов. То есть, причинно, они имеют кипоткоп. Но поскольку они на земле Израиля, и они считают, что это их, они считают, что это наше, у нас есть конфликт. Значит, в рамках конфликта, они против нас. Значит, это араб, который против нас, не может кормиться. Никакой здравомысший человек не может, кроме, конечно, нашего правительства, не может кормить, убить своих собственных. Только мы умеем кормить своих убитых. Но одно дело политика, а другое дело личность. Лично нельзя давать им неотношение. Я думаю, что у себя в Израиле вы точно где-то найдете рядом с ним русский магазин. Я не верю. Я не верю, что рядом с вами нет, пройдите еще 100 метров и не найдете магазина. Есть только один русский магазин, монополия, весь город, всю страну. Что вы говорите? Почему я не понимаю вас? Ну, он пришел, приехал. Ну, приехал, приехал. А дома ничего нет? Это плохо, потому что дома ничего нет, потому что нужно исключать такие вещи. Дома должно быть всегда что-то. Всегда, ну, что здесь двух, получается, идет в гости, в гости, в гости, друг пришел. Я говорю, я в этой воде нигде не покупаю. Это же его душу убивает. Как можно ребенку, 20-летнего ребенка, пить его по душе? Это же страшное дело, не кошерный продукт. Ужас. Исключено. Поэтому дома зайдите к соседям, зайдите к времену, зайдите к нормальным людям, скажите, у меня внук пришел из армии, помогите, я вам завтра верну. Что плохого? Возьмите плен, возьмите, я сделаю, я не знаю, что хотите. Спеките им, сделайте им что-нибудь, покормите, напоите. Есть же евреи вокруг. Как это можно? Я вам не верю, что мы ничего нет. Вы не подумайте. Вы не подумайте. Вокруг есть евреи. Раз есть евреи, за что уже не пропадаетесь? Есть евреи. Просто на лестничной клетке есть евреи. Нормальные евреи, которые можно не пить. Вот. Как кто-то сюда пришел? Кошел. Так, где мы, где они? Гэма юршу арыс. То есть эти люди, которые идут, кто гэй ашэр, они юршу арыс. Они, в них будет юрша, наследство, возможности, быть что? Радсон гашэр. И мы говорили об этом. Это именно так, что даже это вечное. Я объяснял, потому что если человек умер, он ничего не умер. Никто тут не умирает вообще. Нет такого всех умера. Человек умер. Человек, который хорошие вещи сделал, когда он умер, так, тело ушло куда-то не видно. Но его же дела все время иди. То есть если он кому-то помог, ну что-то уже прям помнит. Если ты кому-то научил он уже это делать, то есть у тебя банки, проценты растут, счет растет, деньги растут, богатый человек, а чё ж умер? Все время капитал растет и растет. И после теки отрицей все встанет на свое место. И все будет очень хорошо. А чё вы плачем? Мы плачем, потому что мы не можем ничего получить от этого человека больше. Мы объеднели. Потому что он-то ушел, он же мог еще больше дел сделать, он больше уже не может ничего хорошего сделать. Поэтому нам плохо. Ему хорошо, нам плохо. И надо запомнить очень хорошо эту позицию. А нам плохо, потому что какого-то человеку сделал кшиву. Да если он не очень хороший, он может сделать кшиву. И что-то хорошее делать. Даже сам факт, что человек делает кшиву уже меняет мир. Подумайте на секунду, задумайте. Человек делает кшиву, потому что он меняет себя. Потому что вокруг мир светлее становится. Но это когда он может только пока он живёт. Если человек умный, он же не хочет, что больше не может сделать. Об этом стоит плакать. Потому что он же ничего не может сделать. Он мог бы осветить мир, а он же больше не может осветить мир. Можно вопрос? У нас сложная ситуация. Человек... Два-три поколения подряд скрывали, что они верят. Они скрывали, то есть верят. И там он умирает в своей земле. Умирать? Я хочу сразу эту часть сказать. А то, значит, это не только конякты, мне уже не в первый раз идут вопросы. Мне всё равно такие конякты скажут. Конечно, хорошо. Нельзя сравнить жизнь с человеком, с человеком. Где жизнь? Каждый шаг может реально выполнять этот свод. За границей все митцво, за геда, хену. Там митцво даже, по большому счёту, не митцво. Это хорошие дела. Это не митцво. Это не значит, что за границей не надо выполнять. Ни в коем случае. Но, как пишут в комментариях, мне кажется, свара просто говорит, что когда человек находится за пределами земли Израиля, то когда он находится за пределами эры, за пределами рационного хену, и там он, как говорится, чтобы не растерять себя, не потерять себя, и не превратиться неизвестно в кого, он должен выполнять всё, что в Торе говорится, но это бэгедр хену. И когда он приедет к Израилу, он сможет моментально всё хорошо делать. Поэтому всё равно надо всё там делать. Но нужно понимать без того, что он делал из Торе. Теперь, а умер, хорошо не только жить в Израиле, но и здесь ещё, чтобы быть похоронен, а еще там похоронен. Тоже плохо. Ответ. Неплохо, нехорошо, но лучше здесь, чем там. Но не нужно из этого выстраивать какие-то трагедии, какие-то беды и прочее. Трагедия, когда человек живёт там, и слышно жить в Торе говоришь. Это трагедия. Пока человек жив, он должен жить в Израиле. Если не живёт, и не знают, близкие люди не живут, и всё. Это большая трагедия. Каждый день, когда он проводит за пределами эрит-закродыш, это трагедия до нас. Что мы же все связаны, мы же один народ, и не может быть похоронен. Это трагедия, когда еврей живёт за пределами. А умер тоже плохо. Но это не такая трагедия, как если он живёт. Потому что он живёт, может быть в крови. Умер, потому что когда он решил, что он уже прожил свою жизнь, и всё. У него будут большие проблемы, когда будет с хиатами идти. Но, как говорится, давайте мы дойдём до этих проблем, доживём до этих проблем. И тогда, тот, кто умер за пределами, у него будет больше проблем. Например, у него будет больше проблем, потому что он жил там. Как он там умер? Потому что он жил там. Это несчастье. А то, что он умер там, это уже маленький вес в отношении к тому пунктам. Поэтому, чтобы умер там, отбросим эту проблему. Совершенно. Если кто-то там, как вы говорите, скрывал, что он евреет всех, но не от себя, а сам что-то такое делает, все такое и такое. Если он не имел возможности быть в Израиле. Точно. Клотей Шамайн, на небе знает, имел, не имел. А то мне всегда, ну как мы могли, мы не могли. Когда ты не мог? В 48-м году мы не мог? Не мог. В 53-м? Не мог. В 63-м? Не мог. Не рассказывай мне сказки, что ты в 73-м году не мог. Потому что я жил в Советском Союзе. И прекрасно знал, что без всяких проблем можно было подать документы на выезд в Израиль, и либо получить отказ, нормальное, благородное дело, или получить разрешение. И то, и другое хорошо. Что плохо? Не это сделать. Это плохо. Вот это плохо. Вот не надо рассказывать сказки. Да, но меня бы выгнали с работы, выгнали бы меня выгнали. Кстати, все встречали в 75-м году. Ну и не в этом взяли. Да, выгнали бы свободу. Да, там что-то еще беда. И вообще неприятно. Вот эти тройки, треугольники, эти какие-то разрешения, профсоюзов, кого-то, куда неприятно. Давайте взвешиваем. Клотей Шамай, и клотей каких-то там бандитов колонистических. Ну так неприятно, хорошо, так у них власть в руках, у них бандитизм в руках. Мы все понимаем. Ну не надо говорить ни к нему. Главное себе. Нет, это не надо. Нет, это все равно. Может быть все. Но себе не надо говорить, что в 75-м году, меня бы убили, меня бы расстреляли. Не было этого. После 54-го года, нет такого, что тот, кто хочет меня подыграть, потерпел бы физическое наказание. Этого не было в своем пути. Чего не было, того и не было. Неприятно, если сколько случаешь. Работу потерять, и кто потерять, и здесь кто-то, это да. Не уехал. И пока время мы не убираем. Но зато быть свободным, быть евреем, помогать другим, помогать себе, и стать намного выше, чем я, к сожалению, тех, кто для всех. Этот путь всегда был открыт, бесплатный. Не надо было ничего делать, всего лишь получить вызов из Израиля, отнести в Азир, и сказать, надоело мне все, я хочу отсюда уехать. И сказать правду, короче говоря. Не хочу здесь жить, я хочу уехать. Ах ты такой, мы и тебя накажем. Слава Богу, как накажут. Но зато ты будешь свободным человеком. Ты будешь и вверх, и вверх, а они будут и вверх, и вверх. Как это предсказывает? Поэтому все, что после ноября 70... Я просто хочу, чтобы вы историю знали нашего евреи, чтобы все знают. 25 ноября, я могу ошибиться на пару часов. 25 ноября 71 года, товарищ Брежнев дал распоряжение, принимать документы в Абирах без ограничений. Каждому, кто хочет уехать из Израиля. Условия, вызов из Израиля, и террорическая тетя, нашли кто написал, что у тебя там тетя в террории. Нельзя было просто так. Нужно получить вызов из Израиля. Но все знают, что вызов получали все, и кто хотел, получал. Один хан, в другую очередь, три месяца. Всем расспросят, когда к ним приходят. И все, и всем приходят, и все получается. Через меня прошло не меньше 400 человек, которым я доказал в Израиле. Не меньше 400. Подходили ко мне, подходили на улице артифов и добавили координаты. Я потом по телефону в Израиле передавал. Ну я не... Все мы, все активисты. Город Москва. А я через 20 лет узнала, что это можно сделать. Через 20 лет пока узнала. Нет. Один человек не может мне сказать. Ничего про Украину. Потому что я украинским евреем все это тоже делал. По телефону мне Миша Магер из Винницы передавал. И еще один парнишка из Киева. И другой из Львова. И четвертый из Одессы. И пятый из Харк. Мне лично. Списки людей, которые хотят приехать в Израиль. Без всяких ограничений. Иногда нужно было два раза разоказывать. Иногда три раза разоказывать. Вызыв приходил. Идешь в АВИР. Но только был после ноября 1971 года. До этого было тяжело. И незнание не оправдывает. Как узнали в Оголовном кодексе. И после этого в АВИР ты приходишь. Я хочу по истории. Потому что не уезжали, а все... Никакой в Америку. С вызова ты идешь в АВИР. И прямо просишь их анкету дать. Сейчас я запомню. Пожалуйста. 25 рублей. Не 5 рублей. 3 рубля. Заплатил. До свидания. Я буду ждать ответа. Как правило, кстати, ответ был положительным. Это тоже не все знают. Но я знаю. Как правило, ответ был положительным. И уезжали... В Америку. Нет. В Америку никуда не уезжали. Все уезжали... Все уезжали только в Израиль. Но в Вене они говорили Джонату, что мы не хотим в Израиль. Вот. И совершали очередное, как говорите, так... Дряновато жили. Дряноватый акт в Вене. Акт, скажем так, безобразно. Безобразно. Выезжаешь в Вене и говорили Джонату, что я хочу в Израиль. Это что значит? Мне противенность. Мне неприятно в Израиль. Я хочу от него отвернуться. Раз в жизни это возможно. Потому что иди потом, выберись из Америки. Ну что тяжело. Корни запустил. Какие-то деньжат понабрал. Каких-то. И опять. До 120 лет. На чужбе. Понимаете? Причем не будешь? Я говорю о сердце. Что есть в Вене? Есть ли человек, который прожил с теми, кто исполнял Баби-Яр? Ну все они жили вокруг. Все бандиты. Баби-Яр. Баби-Яровцы вокруг тебя окружают. У тебя нет сердца поехать к своим. Ты должен поехать к бандитам американским. К таким же антисемитам. Я уже о Германии молчу. Потому что мне начинают говорить, иначе я не остановлюсь. Кому ты к бандитам? Зачем ты? Ты уже был среди бандитов. Нет. Уже опять на зло всем поехать к бандитам американским. Что? Вот это. Это строки. Так. Давайте оптимистическое прочитаем. Десятые фразы. А то мы с вами там неплохо. Надо взять на оптимистическое. Смотрите. Еще немножко. И не будет этих слов делать. Очень много. Кто это сказал? Кто это сказал? Вы знаете? Кто это сказал? Садись на дно. Когда он это сказал? 2800 лет тому назад. Смотрите, что он сказал. Еще немножко, и не буду забирать. Сколько прошло? 2800 лет. Тяжело. Но мы единственное это читаем. Да. Непонятно. Как же так? Читаем дальше. Ты вникнешь. Место, которое эта троша занимает. ДНН. А нет этого места. То есть это получается, что действительно он знает. Что это значит? Вот я злодей. А ты вникнешь. И ты видишь, что его нет. Почему? Когда ты не вникаешь, так он есть. А ты вникнешь глубже, ты увидишь, что его нет. Потому что это пустое. Если по маленькому счету, то он есть. Ну так же, вот он есть, пальцы можем ткнуть, уже нет. А ты вникнешь. Оказывается, он не занимает никакого места в мире. Его нет. Он равен нулю. Почему? Нет в душе. Он выступает против Акадош Барлука, потому что нет места никакого в мире. Поэтому нет никакого места в мире. Будем говориться. Ведь Бонанта, а он не кому? Времену. Вникнешь его маком. А ты не видишь, что его нет. То есть этот Роша не занимает никакого места. Те, кто помнит математику, точка. И размер точки. Помните в математике равную нулю? Нет никакого размера. Там треугольник, да, что угодно. А точка не имеет размера. Вот он не имеет размера никакого. Но он есть, есть. Это точка же абстракция. Это специальная математическая абстракция, чтобы мы с вами геометрические задачи решали, когда нас мучили в школе. Лучше бы и не было этой задачи, да, вы хотите сказать. Нас мучили. Но, на самом деле, нет точек. Точка-то выдуманная вещь. Вот тогда он выдуманный. Ну, что он есть, конечно, но его нет. Вот почему Давид Амелов правильно сказал. Вот не а ты его нет. Потому что он что-то нет, он от мят. Я говорю, вот от мят, это сколько тебе надо, чтобы гниг? У тебя нужен день, значит, через день его не будет. Гниг из этого дня, но ты увидишь, что его уже нет. Нет его, нет его. Нет. И последняя фраза сегодня, смотри, тоже оптимистическая. Она нас очень сильно предостерегает. Потому что мы с вами так размахнулись. Смотрите, как мы с вами размахнулись. Мы говорим, что его нет. Он уже равен нулю. Мы уже его стерли. Но следующая фраза, одиннадцатая. Вановим, юрши арос. Ты допрежден, наверное. Но только те, кто скромные, они это не знают. Если ты так разогнался, что ты всех уже стер в порошок, а себя видишь очень хорошо в зеркало, а себя смотрю на себя, что может быть лучше. Будь осторожен. Будь очень осторожен. Ами это ами. Но ты, если не она, а она, да, все знают это слово, нет никаких шансов тебя тоже. Вановим, юрши арос, только скромный человек. Какие у тебя заслуги? А даже тебе полно заслуг. Что ты в отношении к непосте и кормачку? Тебе заслуги. Обра ша ноль. У тебя есть заслуги. Но что они плохие шамами? Так извини меня, значит, ты скромный. Как-то ты в ускромный, тебе дают наследство. Здесь ты в шамке, здесь ты в шамке. Вановим, юрши арос. Видите? Вда ана вим, а не ана вим. В это союз. Потому что этот союз соединяется с предыдущим словом. Какое было слово предыдущее? Эй нену. Его нету. Я уже как-то раздуваюсь до неба после этого. Его же нету, потому что я есть. Иди, спокойно. Только ана вим. Запомни, что ана вим. Вэ ана вим, юрши. И дальше, нужно, чтобы знакомый, в прошлый раз с этой фразой закончил. Вегитанех алрох шалох. И они будут иметь наслаждение, удовольствие от величия ценности шалоха. Знаете, мир, ценность, хорошие. Но мы будем не мыть, мы так это ставим. Мы знаем, что мы не можем такую правду ставить. Кроме того, смотрите, вегитангу, это какое-то время, кто у вас? У вас есть преподаватели ивритые здесь? Кто у вас преподаватель? Авар. Я душу. Сман авар. Вы преподаваете ивритые. Сман авар. Сман авар. Это значит, что у нас по-русски прошедшее время. А говорится, ванавим ииршу арет. Это что? Будущее время. То есть, скромно, ванавим. Они унаследуют и наслаждались прошедшим временем. Витангуа алрох шалох. Вот переворачиваться, мы не знаем, что творится. У нас нет никого. Может быть, бабки или у вас, конечно, может быть, нет. Но мы с вами совершенно не волнуемся. Потому что уже в прошлый раз, мы с вами в прошлый раз посуд дали, посмотрите, четвертая фраза, посуд дали, литанек алгошем. Я вам немножко учил, что такое литанек алгошем. Ал это значит на, но буквы на. Помните, алгошем мы построили буквы, даже видите, что это 22, там где надо, то есть 40, и все такое. А здесь что такое? Ал, роб. Роб это что? Реш, бе. Над, реш, бет такие. Что над, реш? Какая буква? И подавать ли в ринге. Какая буква над, реш? Стоит. Предыдущая буква какая? Куф. Мы вас назначены. Подавать. А над, бет что стоит? Ал. Отлично. Это все. Это вы знаете. Куф и Алл. Что такое куф и Алл? Куф и Алл это 101. То есть 100. Да, да. Там уже кончает просто. Не забывайте сказать, потому что осталось полторы минуты. Куф это кодаш. Мы знаем, что это, как единица супердуховная. А вил шах вперед. То есть получается, что эти анави иршуары унаследуют волю Всевышнего. А в чем она будет? Что ты кодаш супер, эта душа будет постигать, наслаждение в душе. Мы говорили немножко об этом. Будет высочайшего, высочайшего уровня цельности. Шалом, шлеймут и прочее, прочее. А почему прошедшее время? Потому что на самом деле вы удивляетесь нет, на чем уже есть. То есть ты сегодня что-то делаешь хорошее, то есть уже наша душа в прошлом уже имела хорошее, в настоящем и естественное будущее. Потому что она же не возникла в пустом месте. Если человек делает что-то хорошее, то есть наша душа уже подготовила его к этому. Тогда? Сто лет назад, тысячу лет назад. Только когда оно было повторено, то есть тысячу срочин. Скажем, как будет, он будет назад. То, все ясно, всем все ясно. А если не ясно, то без рата шем в следующий раз встретит. Продолжение следует...